Мы с вами поговорим сегодня хоть и много на очень душесчипательную тему. Мы всё-таки поговорим с вами об аденоидах. Хотим мы или не хотим, но мы все с этим сталкиваемся. Сначала, когда мы с вами росли, потом наши дети, теперь наши внуки, и всегда стоит вопрос, что же такое аденоиды, надо ли их удалять или надо их лечить. Поэтому мы с вами давайте об этом сегодня и поговорим. Итак, аденоиды. Это носоглотка, на носоглотке находится лимфоидная ткань. Вот вы знаете, у нас часто бывает такая, что у нас есть лимфоидное кольцо Вальдера, кто-то говорит лимфоидное кольцо Пирогова, а кто говорит Пирогову Вальдера. Так вот, это всё связано с тем, что в принципе лимфоидное кольцо — это чисто вальдеровское. И включает оно в себя всего-навсего четыре миндалины. Это две нёбных, одна язычная и одна глоточная, которая находится на своде носоглотки. Вот эта миндалина и есть, как мы говорим, аденоиды. Но часто это неправильно. Дело в том, что аденоиды как бы много, а у нас с вами она одна. Поэтому она называется глоточная миндалина. И чаще всего её лучше обозначать не как носоглоточная миндалина, третья миндалина или миндалина лужки, а чаще нужно говорить аденоиды. Он один, поэтому лучше всего говорить слово аденоид. И в литературе англоязычной часто называем мы непарный орган, глоточный миндалин аденоид. Поэтому мы не оставляем ему букву «С» в конце, поэтому-то он одиночный, он один. Кстати, а что такое лимфоидное кольцо Пирогова? Я напомню, Пирогов, обследуя носоглотку, обнаружил там, как бы выделил ещё две группы лимфоидной ткани, которые базируются возле устьев истахевых труб. Он назвал их непосредственно трубные миндалины, и поэтому сделал лимфоидное кольцо своё, как бы Пироговым, в котором уже шесть миндалин. Две глоточных, две трубных, одноязычные и один аденоид. Сегодня мы с вами поговорим именно об аденоиде, потому что когда вы будете смотреть различную или англоязычную, русскоязычную, любую литературу, они все будут под различные иметь как бы названия. Но правильное самое название – это аденоид. Теперь давайте посмотрим такой вариант. Вот если вы помните, мы последнее время не говорим слово танзелит или фарингит. Согласно новой классификации называется тонзилофарингит. Ну, лично я считаю, это не лучший вариант, потому что, к сожалению или к счастью, я не знаю, как это сказать, лично я 50 лет занимаюсь фарингологией, и я очень часто вижу людей, которые пришли ко мне с патологией именно миндалин, и при этом слизистая абсолютно нормально, или наоборот, пришли ко мне с патологией слизистой, а миндалины при этом абсолютно нормально. Но куда деваться? Есть такой вариант тонзилофарингит, можно его использовать. А вот у нас здесь назофарингит, вот это уже интересно. Дело в том, что носоглотка, она небольшая, и так как лимфоидный аппарат в виде нашей миндалины занимает огромное пространство, я сегодня вам всё покажу в натуре, как это всё происходит, то, в принципе, чаще всего слово «назофарингит» имеет своё предназначение. Итак, вопрос первый. Итак, как правильно назвать патологическое разрастание ткани глоточной миндалины? Ну, я думаю, вы все ответили правильно, потому что чаще всего всё-таки слово «аденоиды» некрасиво, а нужно называть правильно. Это гипертрофия глоточной миндалины. Хотя оно длиннее, но зато оно точно отображает именно то, что мы с вами имеем в виду — гипертрофию глоточной миндалины. Вот сама по себе глоточная миндалина, она интересная. Вообще я вам скажу, что ничего лишнего Бог человеку не дал. Я это всегда проповедую и буду говорить. Поэтому прежде чем что-то удалять, надо тысячу раз взвесить. Вот сегодня мы с вами, я думаю, по этому вопросу придём к какому-то одному общему знаменателю. Вот сейчас мы с вами поговорим об анатомии, о физиологии, а потом о различных методах. Как же нам бороться, если у нас гипертрофия, например, глоточная миндалина? Дело в том, что сама по себе миндалина, имея криптолимфоны, имеет очень много функций, очень много. Если мы можем рассказывать о них очень долго, учитывая, что у нас, к сожалению, с вами очень мало времени, поэтому мы остановимся на том, что, поверьте мне, они очень нужны организму. Ничего лишнего Боженька нам не дал. Миндалины, само собой, а аденоид, само собой, это очень важная лимфоидная ткань, без которой наш организм очень даже плохо жив. Как диагностировать саму эту миндалину? Есть различные виды. Ну, вы знаете, есть задняя риноскопия, или она называется ещё эпифарингоскопия, когда мы осматриваем носоглотку при помощи или носоглоточного зеркала. Но, к большому сожалению, учитывая то, что чаще всего ведь у нас пациенты детского возраста, а ребёнку не самое лучшее осмотреть при помощи носоглоточного зеркала. Редко, когда ребёнок позволяет такое сделать. Если это взрослый, то, конечно, прекрасно можно пользоваться и носоглоточным зеркалом. Есть пальцевое исследование, кстати, я к нему отношусь вполне нормально, потому что я не просто чувствую, что там есть, я ощущаю и консистенцию, и температуру, и всё остальное. Это неплохо. Очень неплохо сегодня МРТ или КТ. Это тоже сегодня всё видно, и при помощи этих исследований мы можем обнаружить всё, что находится в носоглотке. Но всё-таки наиболее приемлемое сегодня — это, конечно, эндоскопическое исследование. Обратите внимание, мы вводим наш эндоскоп, и перед нами носоглотка, в которой мы видим всё, что там есть, и состояние слизистого, и состояние аденоида и так далее. Дело в том, что часто спрашивают, почему увеличивается гипертрофия миндалин? Почему она бывает? Бывает, что это антигенная стимуляция, иммунная адаптация и так далее. Я не возражаю. Но вот я почему-то уверен, что очень большую помощь в гипертрофии, если так можно сказать, позволяют сделать сами родители. Природа не любит пустоты. Пока существует правильное носовое дыхание и поток воздуха идёт через носоглотку, то, естественно, никаких аденоидов и гипертрофий там не будет. А вот если ребёнок подумал, зачем ему дышать носом, взял, открыл рот, мама не обращает на это внимания, воздух не идёт через носоглотку, а природа не любит пустоты, и вот тогда это и есть в первую очередь стимуляция гипертрофии лимфоидной ткани. Не забывайте об этом. И поэтому я всегда говорил, что на воротах Древнего Рима золотом было выбито. Если хочешь быть здоров, дыши носом. Основа всего человеческого организма — это правильное носовое дыхание. И чаще всего мы должны этим заниматься у детей, потому что если ребёнка не научить дышать носом, вот оттуда и пойдут все вот эти неприятности. будут непосредственно всё там. И гипертрофия глоточного миндалина, и назофарингит, воспаление слизистой оболочки, и всё, что там может быть. Но вот тут нам с вами нужно обязательно проводить дифференциальную диагностику. Что это? Человек, в данном случае ребёнок, скажем, не дышит носом. Что выходит на первое место? Это или гипертрофия глоточного миндалина, или это назофарингит? Дело всё в том, что, к большому сожалению, есть такой термин — аденоидит. Ну, мне он нравится. Но, к большому сожалению, он абсолютно отсутствует. У нас на МКХ-10. Поэтому мы не имеем права говорить аденоидит, хотя мы понимаем, о чём это идёт речь. Но мы говорим «назофарингит». Это так сегодня принято говорить. Но мы имеем в виду, что назофарингит — это ассоциативное с гипертрофией глоточной миндалины. Обратите внимание, вот носоглотка, которую мы видим при эндоскопическом исследовании. Носоглотка забита гноем. И забита гноем так, что, в принципе, внешне получается всё то же самое, что и при аденоидных вегетациях. То есть ребёнок дышит ртом, носовое дыхание отсутствует, и все остальные неприятности там есть. Вот это и называется назофарингит. Вот я бы вам сейчас показал интересный ролик. Пообратите внимание, здесь при осмотре носоглотки мы видим в носоглотке не гипертрофию. Поэтому мы пойдём дальше, а мы видим, что непосредственно наличие гноя. Но это тоже не даёт, в принципе, непосредственно дыхание носового. И поэтому очень часто мы путаем и гипертрофию глоточного миндалина и назофарингит. Не забывайте, это очень важно, потому что иногда достаточно ввести в носоглотку, ну, как бы проще сказать, отсос, и вы удалите всё, что там есть, при этом не нанося ребёнку травмы, то есть не пытаясь удалить там совершенно нормальные глоточные миндалины. Вопрос такого плана. При гипертрофии глоточной миндалины наш лемиш перекрытый на скильки. Одна третина, две третины полностью, чьи не перекрыты? Он перекрыт на две трети. Ну вот, мы смотрим на гипертрофию глоточной миндалины. Что у нас здесь есть? Мы пытаемся, берём эндоскоп и входим через полость носа в носоглотку. В верхних отделах мы не видим ничего. Опускаем эндоскоп ниже, там, где можно спокойно пройти, и проходим мы непосредственно в полость носоглотки. И вот перед нами мы видим огромную глоточную миндалину. Вот здесь уже ничего не скажешь. Здесь чистая гипертрофия глоточной миндалины, которая не просто закрывает носоглотку, а полностью перекрывает возможность носового дыхания. Конечно, подобные гипертрофии это стопроцентные показания для того, чтобы удалять подобную гипертрофированную ткань. Кстати, здесь видна и гипертрофия задних концов нижней носовой раковины. А вот это сам по себе гипертрофированный аденоид. Он, естественно, за счёт того, что там застой слизи, это как бы с гноем, но это чаще всего не гнойный, а просто образуется густая слизь. Ну вот посмотрим. Гипертрофия второй степени. Вот в данном случае где-то две трети в носоглотке закрыта. Смотрим сюда. Гипертрофия второй степени с воспалительным заболеванием. Практически тоже вся носоглотка закрыта на две трети абсолютно. А вот гипертрофия третьей степени мы видим точно полностью перекрытое носовое дыхание за счёт того, что наш аденоид настолько гипертрофировал, что закрыл полностью носоглотку. Вот тем более, когда оно скапливается там всё, то появляется и явление назофаренгита. Следующий вопрос звучит так. Какое чаще всего бывают осложнения при назофаренгите? Осложнение идёт на закрытие евстахевой трубы, и поэтому все заболевания уха начинаются отсюда. Когда нету вентиляции среднего уха, и начинается острый, средний атит и так далее, он происходит дальше, дальше и дальше. Но кроме этого наступают и различные другие непосредственные как бы осложнения, кроме средних атитов. Идёт деформация лицевого скелета, никуда вы не деваетесь. Потом получается... Вот, кстати, какой наиболее характерный признак аденоидного, как говорят, лица? Есть такое выражение, аденоидный тип лица. Ну, я думаю, вы все узнали, что это именно сглаженность носогубных складок. Но так как я работаю в стоматологической академии, то я не могу и рассказать о том, что раз у вас нет носового дыхания, у вас всегда приоткрытый рот, нет центральной окклюзии, зубы не смыкаются друг с другом. И в связи с этим начинаются непосредственно все деформации челюстно-лицевой области. Прежде всего, это нарушение и правильного роста зубов, и потом смыкания, и потом нёба становится неполятным, как оно формируется и так далее. Вот эти вот нарушения, это очень важно, потому что, если их пропустить, то потом будет очень серьёзно дальше патология развиваться и дальше. Когда мы смотрим и смотрим показания к аденоидеэктомии, надо, во-первых, учитывать возраст. Вот очень интересно, мы все знаем, что при половом созревании аденоиды как бы должны исчезать. Мы провели интересное исследование, у нас была зачищена диссертация на тему аденоиды у взрослых. И вот мы исследовали огромное количество взрослых людей и доказали, что у 26% случаев у взрослых людей существует аденоид. Или аденоиды веетат, или непосредственно сама аденоидная ткань. То есть аденоид остаётся. И вот самое интересное, что он всегда у взрослых находится в стадии воспалительного хронического процесса. Это, между прочим, никогда, вот я вам скажу, сегодня самое такое популярное заболевание, это так называемые постназальные затекания. И вот эти постназальные затекания, которые к вам приходят часто пациенты, говорят, вот у меня что-то затекает. Вы смотрите полость носа, она чистая. Вы назначаете рентгенографию или компьютерную томографию, а там всё чисто. А больной утверждает, у меня всё время затекает. И вот эти постназальные затекания очень часто являются из-за того, что у больного остаётся аденоидная ткань, которая находится в стадии хронического воспалительного процесса. Поэтому никогда об этом не забывайте, что у взрослых вполне могут быть аденоидные веетации. Поэтому на всякий случай всегда, помня про это, исследуйте носоглотку, потому что без этого вы никогда правильно не поставите диагноз и не назначите правильное лечение. Ну какие у нас показания в основном для аденоктомии у детей? Ну, конечно, это постоянное затруднение носового дыхания, это рецидивы средних атитов, это рецидивы назофарингитов, это выраженная гнусавость и так далее. Ну, об этом, кстати, мы поговорим с вами ещё в одной следующей лекции, где мы проведём как бы концепцию между тем, что делать? Или лечить аденоиды, аденоидной веетации или удалять. Поэтому, когда у вас есть чёткие показания для аденотомии, это одно, но прежде всего это должно быть полностью подтверждено и лучше всего, конечно, эндоскопическим исследованием. И тогда мы проводим аденоид эктомию. Ну, традиционно мы её называем аденотомией. Она как-то прижилась, это название, и мы с вами постоянно им пользуемся. И, в принципе, это не так и плохо. Аденотомия, для нас это понятно, что это, когда мы убираем лишнее, что произошло при гипертрофии аденоидной ткани. Есть непосредственно у нас различные варианты. Есть и обычный аденотом, есть аденотомия под аденотомом, но под контролем эндоскопа. Но лучше всего на сегодняшний день, это, конечно, шеверная эндоскопическая аденотомия. Есть каблецина, есть лазерная. Но об этом всё мы с вами поговорим в следующей лекции, и подробно я вам покажу, как это всё делается. Итак, носоглотки после нашей, ну, как бы, почему называют слепая аденотомия? Потому что мы не видим, что там остаётся. Поэтому, если идёт повторный рост, вот часто говорят, удалили аденот, а потом прошло буквально несколько месяцев и ребёнок опять аденот. Это называется рецидив, хотя может быть и процедив. Что это такое? Это когда остался аденотная ткань, и она снова возрастает. Но я вам скажу самое главное. Тут важно другое. ребёнок в момент, когда у него уже произошла гипертрофия, он привык к ротовому дыханию. И когда вы удалили ему аденот, то это всего-навсего 50% успеха. У ребёнка остался тип ротового дыхания. И поэтому вы обязательно должны заниматься с ним дыхательной гимнастикой, учить его заново дышать носом. Потому что если вы этого не сделали, рот опять открыт, в носоглотке нет потока воздуха, опять нету, это получается опять то, о чём мы с вами говорили, природа не любит пустоты, и она заполняет эту пустоту снова гипертрофирой лимфоидной ткани. Поэтому давайте немножко любить наших детей. Вот вы знаете, мне очень нравится, я когда-то занимался в театре, там Станиславский всегда говорил так, для детей надо играть так же, как для взрослых, только ещё лучше. Я хочу сказать, детей надо лечить так же, как и взрослых, только ещё лучше. Спасибо за внимание. Корректен ли термин аденоид эктомия и вылучивание глоточной миндалины? Ну, дело в том, что мы же её не вылучивали. Василий Иванович, мы удаляем. Если берём аденатом, кстати, у меня ещё есть в моей коллекции аденатом с приёмником. То есть, вот такой приёмничек, то есть, когда мы удаляем аденатомом, то он падает в приёмничек. Мы не боимся, что он провалится куда-то в дыхательную систему. Это очень интересно. Сейчас уже таких аденатомов нет. Я вам обязательно покажу, если у вас нет. Но мы же срезаем, как мы вылучиваем. Такого не может быть. Вот когда я в следующей лекции буду показывать непосредственно, когда мы шейвером удаляем, вот тогда посмотрите, там оно более-менее так походит. А так, аденатомия, есть аденатомия, мы берём, это действительно слепая операция, когда мы делаем непосредственно невылущивание. это же не вылучивание. Это мы когда берём глотач, миндалину нашу глотачную, вот эту, которых мы, как говорим, тогда мы вылучиваем. Мы же идём непосредственно всё время распатором по как бы по капсуле. По капсуле, совершенно верно. Мы, наоборот, стремимся только вылучить, а здесь нет. Вы увидите, я когда вам буду показывать операции в носоглотке, это огромное количество разрозненной, огромная масса гипертрофированной лимфоидной ткани, её не вылучишь, её надо удалять. И у нас уже здесь граница идёт не капсула, а стенки носоглотки. Хорошо, дякую. Сарий Борисович, как вы относитесь к методу обследования гипертрофии аденоидных вегетаций, как рентген? Очень неплохо. Кстати, очень, я, да, давайте так, я покажу на следующей лекции, у меня есть прекрасные рентген-снимки, где я покажу, как хорошо видно и при томографии, и при рентгенографии увеличение гипертрофии аденоидных вегетаций. Чудесно. Скажите, пожалуйста, показана ли кукушка при гипертрофии аденоидов? Вот здесь очень вопрос тоже. Давайте, вот немножко мы торопимся. Дело в том, что следующая моя лекция называется или удалять, или лечить. Вот когда я буду говорить о том, что мы можем лечить гипертрофию аденоидной ткани, то там я расскажу про кукушку и не просто расскажу, а скажу, что это именно кукушка, которая когда-то применялась как лечение гайморитов, это неправильно. А вот при лечении назофарингитов, именно когда у нас полная носоглотка не гипертрофированной ткани, а самой гноя, скопление слези, то вот здесь кукушка, это великолепная манипуляция, которая освобождает носоглотку и не дает потом сделать самое страшное удалять аденоиды среди гно. Сергей Борисович, как вы относитесь до лечения гипертрофии глоткового мигдалика за методом бутейка? Вот вы знаете, я когда читаю лекции вообще по физиологии дыхания, кстати, мы начинали с вами с того, что я читал лекции по школе доказового медицины по физиологии носового дыхания, где я четко показывал, что дыхание должно быть никаких бутейка, ничего, только через нос и вдох, и выдох, только благодаря этому происходит вентиляция внутри пазу, иначе не бывает вентиляции, а вентиляция пазух это самое главное, почему у нас и у детей различные непосредственно нарушения и мозговые и так далее, это потому, что неправильно не функционирует воздух пазуха, нету непосредственного воздуха обмена, и вот за счет этого и у нас начинаются всякие неприятности, поэтому давайте так, носовое дыхание должно быть четким и правильным, и вдох, и выдох нужно делать носом. Так, как наш лектор чудесный. Спасибо. И последний вопрос, Сергей Борисович, яка разница между гипертрофией и гиперплазией глоткового мигдалика тактика ликования гиперплазии и гипертрофии? Ну, вы знаете, это все зависит от того, что гипертрофировано, или больше стромы, или самой лимфоидной ткани. Честно говоря, мы никогда к этому не придем к общему знаменателю, потому что мы видим, вот вы видели, я вам показал, огромный гипертрофированный глоточный мигдал. Что там больше гипертрофированного, мы так не определим никогда. Или там чистая гиперплазия, или гипертрофия вместе со стромой. Главное, в данном варианте это не играет никакой роли, потому что в данном варианте имеется механическое закрытие хаан, которое приводит к нарушению носового дыхания. А нарушение носового дыхания это очень сильная патология, неприятная. Да, и тут я, напевно, продовжу, десь, можливо, я вас допомню, в том отношении, что мы, клиницисти, не должны использовать такими морфологическими визначениями, потому что гиперплазия, гипертрофия это морфологические понятия. А мы правы, вот когда мы удалим, а вы знаете, что все, что удаленное, мы отправляем на гистологию, вот тогда мы можем сказать, что там было. То есть, клинических симптомов гиперплазия никогда в жизни вы не определите, конечно.